Долгочака на открытию оглядной вежи отбудется уже у гэты месяцы. Пакуль же для жихаровых гостей города и навык для представников прессы у ваход заборонены. Наша здымошная бригада пошансовала. Мы первые и один, кто отримал дозвол трапить внутрь. Семь годов вежи, была труба от цукрового завода князев Паскевичев, была закрыта для наведовольников. И шли реставрационные работы. Ранее же гэты объект был одним из самых любимых сярод туристов. Керовнество Палацево-Паркового ансамбля спадзяется, что так будет и далее. Тем больше, что у вежи з'явилось осветление, а на верхней пляцовце установить подзорные трубы. Побач заглядной вежи усім вядомый зимовый сад. Так само, до речи, будинок цукрового завода. Худка и он закрыется на реставрацию. Тут есть древы, посадженные яше самим князем Паскевичем, и шмат эксклюзивных рослин. Тому ремонтные работы будут проводить вельми беражливо, каб не пошкодить ни одной из них. Мы хотим, чтобы при устройстве архитектурного сооружения всё-таки не нарушилось зелёное насаждение. Потому что получить зимний сад с нуля, мы ещё будем сто лет ждать, пока там что-то вырастет. Худка почнется реконструкция каплицы княжицкой семьи. На стадии завершения – реставрация поховальни. Усе ремонтные работы ведутся строго по проекте. Алиг история не шаканно унесла свои коррективы у запланованный выгляд с будованием. В архиве мы нашли новые данные, что на кровле усыпальницы был устроен подзор позолоченный. До этого в проекте этого не было. Поэтому мы внесли изменения в проект, заказчик принял это, и поэтому этот подзор будет установлен уже в этом году. Адметным стал и киевский спуск. А кроме прихожей арки указальника, з'явился и ковалок старожитной кладки с клинкерной цегли. Меневита Йою был упрогожен и брушатый спуск при княже Непаскевичеву. Кладку изнашли выпадкова при проведении ремонтных работ. И вы решили покинуть частку дороги у першопочатковым выгляде. Побач разместили информационный стенд с историчной доветкой. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.